Но это не древо? Без тебя Что-то не то Ну как, если воля Божия через вас донести Я этого не знаю Ну понятно, брат, с Богом, всем поклонникам Я каждый день выставляю под вас стихотворение Помоги Христою, сейчас скажу Каждый день под вас стихотворение А внизу текст Ну короче говоря, у него дом новый же Он купил в деревне Да, он купил дом Там газовое отопление, вот как у нас И он запускал Отопление Короче, думал, что все нормально будет Поставил этот котел То ли старый котел, то ли что Короче, у него котел не пошел, начал ломаться Пришлось мастеров вызывать А почему он с тобой не посоветовался? Почему? Потому что у тебя такой же котел Да почему такой же, они все разные У меня Навьена, у него Арстен какой-то Да, ничего Николай не сделает Он откуда знает котлы газовые Их мастера знают Ну и вот у него потом оказалось Что у него размороженные батареи еще Ну то есть дом, видать, только купил, не знал Пока батареи поменял Живтость около книжек не разрешается там быть И он, главное, там один Лены-то нету оказывается Лена здесь смартиривает Ну она на квартире тут живет А он там в деревне И он, видать, не очень далеко Потому что он тут приезжает И он сказал, Лена, ты ходи на занятия Чтобы, ну, знали, где я И так далее Он говорит, ну все, сейчас, говорит, разберусь На следующей неделе, наверное, нормально уже Вот сейчас, говорит, уже начал топиться постоянно А что они котлы газуют? Нормально, я поставил, все работал Никаких вообще вопросов Мне вообще запускал человек без сертификата, без ничего Сейчас уже это все давно известно Так призывай На молитву На молитву 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 Да я же молитву Благослови Господь Мы не признаем Аминь Благослови Господи У нас Связь перед ногами Твоими Как некогда Мария С Марфой и сестрой Своей сидели Господи, и Ты выбрал Марию Как истинно Поступивший Благослови Господи У нас Все, что Ты нам Сегодня скажешь через Слово Твое Все это принять И исполнить Главное, Господи И понести в мир Людям, которые ничего не знают о Тебе Все славы за все Отец и Сын и Святой Дух Аминь Аминь Залажим Он будет Да Куракет Куракет Сами свяжем Какие-то вопросы зададим Все Устраняем Сами себе Кто тут? Ты что ли? Никита Ты бы поближе сел Куракет Читай Молодых человек Мозди Хорошо работает А вы же остановились Тебя не было Сейчас стяжел Третья глава А т.е. 하하 Галатам послание святого апостола Павла Третья глава 24 стих. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Толкование. Как воспитатель оберегает юношу от всего дурного и способствует тому, чтобы он всей внимательностью и усердием принимал наставления учителя, так и закон воспитывал в своих последователях надлежащую добродетель и проводил учителю Христу своими обличениями и указаниями грехов, вызывая в них стремление искать того, кто дает прощение и оправдывает верой. Итак, да устыдятся те, которые клевещут на закон, ибо ни воспитатель не стоит в противоречии с учителем, ни закон с Новым Заветом. Вы знаете, как запоминается Священное Писание? В первую очередь, вот эти четыре вопроса нужно узнать. Кто сказал, когда, кому и с какой целью? Когда вот это вот понятно, тогда будет по-другому. Даже это везде-везде надо ставить такой вопрос. Вот пастух пасет коров. Там вообще все одинаково. Выгнал, напоил, накормил, пригнал. В следующий день пастуха в другой дом приглашает, в деревню кормит пастуха. Из-за добра в двор он идет. И вот приходит пастух, они глядят на него, у него такое лицо, как никогда не видели. Что-то такое, как испуганное. Ну и спрашивает, Трофим, что случилось? Да ничего не случилось. Мы еще не видим, что ли, тебя тут. Какой-то не такой. И он говорит, вы знаете, вот у агрофен это корова, это черно-пестрая, она одна. У нее там ребятишки, одна осталась без мужа. Для нее корова это кормилица. И корова, если вот лог, и там трясена, корова никогда не полезет. Даже загнать ее невозможно. И овечка не пойдет. Козел пойдет, он с кочки на кочку, овечки за ним, они не попадают, овечки сразу тонут. Корова за козлом не пойдет. Здесь одна корова, эта агрофена, пошла туда. Он как глянул, а там трясена. Он кричит, куда буренка, никаких маленько траву сорвала рядом, опять дальше лезет. Он все, да господи, да как ей отвечать буду, да утонуло, ничего нет. Он из себя выходит, да господи, да никогда этого не было. Ну вернись назад-то, как агрофена-то без тебя будет жить-то где-то. Корова ушла, голова одна торчит. И вдруг слышит голос. Ты только заматерись, она сейчас на берегу будет. А он молился всегда, кто это сказал ему, он никогда не слышал. Простой деревенский пастух. Он упал, давай приезжай, господи, помоги искушение. И господь, видимо, эту преграду поставил. И корова развернулась и вылезла. И он понял, он слышал. Говорят, избавят лука. Он слышал голос, какой он страшный, скрижечущий. Такое, как будто стекло по стеклу где-то идет. Но она рассказала. Ну неужели это может быть? Ну как может быть? Я сегодня слышал, видел. Ты только матюгнись. Когда мужики ушли на фронт, это пишет прокурор Алтайского края Гущин. В его книжечке такой, называется там из-за стенок или как-то. И вот мужиков-то нету. Ну а бабы, мне счет, и наступило 2 августа. Как раз сено там метать надо. И одна девчонка, сейчас я могу ошибиться, но где-то вот здесь вот около тольменки они были. Быки не слушаются. Лошадей там позабрали. На быках все делают-то. А они говорят, мы быки привыкли к соленому слову мужицкому-то. Ты, что ты? И она давай их так матюгами. И быки пошли. И кто-то возьми и скажи, а не грех бабы, что мы работаем в день Ильи, пророка. А выше на покой с несчастья случаются-то. Это как бы еще не было. А девчонка-то, а ей не полный 16 лет было, кажется, она и ляпнула, говорит. Кто нас послал, Сталин сюда работает, пусть он за него и отвечает, он перед Богом отвечает. Кто-то пересвистнул. Это все прокурор края пишет. Тоже из района ее арестовали. Она понимает, дома огурцы не политые, а мамка придет как? Она еще ничего не понимает. Она совершенно нормальная девчонка-то где-то. И фотографии ее тут стоят все где-то. Начинает расследовать. Приговорили к расстрелу. Вывели и расстреляли. Ну спроси, где-нибудь, когда-нибудь в своем государстве, Шингисхан, Гитлер, там, кто-нибудь делал так или нет? Сколько бы она добра еще наработала? Сколько бы она детишек нарожала? Понимаете, эта работяга из работяг расстреляли. Она ее на расстрел ведет, она и понять еще не может, что делать. Это прокурор все пишет. Что это уже не возвратно. Она сказала, что Сталин знал про это, а не знал. Ему хуже стало. Не хуже. А вот именно здесь пришло время такое, чтобы демоны, ада вырвались на свободу и уничтожали друг друга. Так она не виновата. Как не виновата? Материлась не виновата. Комсомолка. Расстреляли. Я бы не поверил, что это может быть. Но это пишет прокурор края, официально в книжном издательстве. Можешь прийти и взять, прочитать книгу. Да, види даже где-то. Она у меня была, я приносил книгу. Это маленький факт такой. Мы говорим о лукавом. Это демоны. Это с человека демоны были. Зло вырвалось с клубным дымом. И как было? Клуб? Люди как будто не видят. А что, в клуб пошли? Ну, клуб это, а подночь это дым, который из преисподней. Ведь называли-то клубом. Девенский клуб. Ну, маленько только вдумайся, и ты поймешь, что-то здесь заложено. Я все это переворачиваю к себе. А ты мог это сказать? Это я не мог. А почему? Я с отцом жил. Я отец на пастбище, а у нас-то там Кубасов был. Он однажды сказал так, 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 обернется на степи. Ух, эти аглоеды узнают, что никому не говорю. Он сказал вот так, на степи шепотом. До конца-то взять было как? Инвалид войны, без руки, 10 ребятишек. Какая-то льгота. Никакой льготы не было. Осенью приходили в план, все гусей все забирали. Какие яблоньки были, народ срубил план. Молоко держали. Ну, для ребятишек, то хоть одну литру оставьте. Нет, только в колхоз. Сдавай, сдавай, сдавай. А брат оттуда можно было взять. Ну, там поменьше и проще. Вот откуда у меня была мысль отомстить им. Я с детства это все видел, вот это молчал о себе, знал. Мама, интересно, коров доила. И у нее корова была одна, камовая. Камовая, когда рогов нет, а вот так у нее, как женщина, наворачивает, рога как будто под кожей где-то. И один спрашивает, ты корову такую знаешь? Я говорю, у нас в табуне нет такой. Он говорит, есть, ты не знаешь. А где она? Ее не видать. Когда коровы в лагу были, а мы наверху, он говорит, а вон в середине. Куда бы табун не повернул, она везде в середине. Это очень редкий экземпляр. А бывает наоборот, она вот такая вредная корова. Поверни туда корову, она уже пробежала через табуну и опять поперла первая. А то вот Маша смеется, она знает, что именно так. И что, ничего не сделаешь. И вот эта корова, у кого мама доила ее, и к ней подойдешь, и кто не видит. А мама доит и даст выпить. Так мы приспособились, мама маленько не доит ее, мы как выйдем, в середину табуна, к ней, она такая ласковая, и доим прямо в рот себе. И поели. Вот я вырасту, домой приду, и скорее на косяк ножом. Ну, медленно так растет-то все. Охота скорее вырасти. Понимаешь, это наша история, наша биография, она интересная. Почему? Это личность рождается. Люди не понимают, как это можно в то время было. Вот так. Тогда, как сейчас пишет одна, у нас не было что, больная там или как. Одно слово было надо, главное слово надо. И дальше никто не спрашивал. Надо. Мы, говорит, идем, сколько там, три дня были, ночи там работали. Девчонки школьницы, а тут батарею приехали. И она, девчонка такая идет, в чистеньком платье, с и мы так и опешили. Идет война. И она в таком платье идет. Нам ее не знать, что хотелось с ней сделать. Она потом узнали, это на один день. Она приехала, еще не успела переодеться, а уже ненависть к ней. Одногодки, пятый класс. И вот это все соммируешь себе и поймешь, какое счастье, что Бога познал. У тебя ни зависти, ни мести, ничего нет, покорность. Ты будешь все делать и говорить. Это Господь знает. Он видит, что будет. Знал нашу жизнь, Он желает ее изменить. Мы должны быть другими. У тебя сразу начинается такое христианское космическое мышление. Не сегодняшним вот этим фактом эта девочка. Это не в ней дело. Мы заслужили это. А если бы не так, было бы все по-другому. Вот так. Теперь вот вы спросили, я о Галатам сказал. Почему Галатам Павел написал так? О чем это послание? Ну, кто знает, подними руку. С чем вызвано это послание? С чего ради он вдруг решился им написать? Учение Христова не так начали понимать. Не до конца правильно. А почему не так? Ну, лжи учители. О! Они научены правильно. Он говорит, у вас перед глазами как бы был распад Христос. Считай, что он распятие показал. Кто внушил вам не покоряться истиной? Внушили, да. И стали говорить они, что надо обрезание обязательно. Обязательно закон соблюдать. Без этого никак-никак нельзя спастись. Вы Павла просто не поняли. И он тогда говорит, ну если я до ныне проповеду обрезание, значит я такой же, как они. Но если я такой, как они, за что же гонят меня тогда? То, что они меня гонят патриархийно, это говорит о том, что я не такой. Аминь. И ты хочешь знать, какой, а ты узнаешь сначала, какие они, и ты увидишь, я не такой. Почему? А они даже меня не знают, только услышат фамилию. Где? В Хабаровске. Я к какое отношение? Где? Краснодаре. То есть я беру в Польше, там где-то, мне сообщают, там Скандинавии. Одно слово произносит имя мое, и буквально как кто-то меняет. Такой батюшка хороший был, что с ним сделалось вдруг? Он начал ругаться, а считал что-нибудь, нет. В интернете смотрел, нет. Это другой уровень. Я знаю, я не такой. Почему? А вы свидетельствуете. А я о вас когда говорил, что вы бездарные и мстительные. Так, не так? Вы злопамятная. Почему? А вот как вы сейчас ведете себя, это вы подтвердили, что я был прав. Я не замолкаю сразу. Если вы не такие, вы покажите теперь другой образ. Я за вами не гоняюсь, на ваши ресурсы не лезу. Ну прямо прошу зубами разорвать. Мне митрополит сказал такое мнение, как будто убить хотят вас. Ну что я сделал не так? Вы ко мне конкретно покажите. Вот, вот. Во свете Библии. Ни одного слова нет. Вы мне-то толкуете, показываете. Вот это православие, вот это шлейф и все эти. Это никакого отношения не имеет к Евангелию. И без этого можно спастись. Люди приходят, молодые люди. Это уж здесь сегодня считали. И больше они никогда не были. И я больше никогда в храм не звал. Куда звать? Данила Свистова звал. Прогулка по храму. И что я в храме буду делать? Единственное, что я могу показать надпись из Священного Писания. Икона такая. Это не икона, картина. Но в храмах-то этого нигде нет. Что разъяснять? Другое дело, я иду по Третьяковской галерее. Там иконный зал был. И я иконы объясняю. По-другому нельзя. Это люди мира. Ну как объяснять? Я к Библии подтягиваю каждое слово. Там все окружила милиция. Там никого не подпускают. Я иду. А данный сонер остальное рядом двигается. Чтобы никто не подошел. Но это храм. Ведь у нас что ни начни. Вот мы в начале в лагере остались год назад. Давайте. Деяние апостолов с первой главы. По порядку. Каждый стих. 28 глав прошли. Что здесь есть? Чтобы видно было, что мы родные к тем. Ничего мы не находим. Это совершенно другая религия. Никакого отношения не имеет к тому, что установлено. Совершенно на страницах Писания. Я не говорю, что православие это погибшее. Но мы должны когда-то произнести эти слова. Вот это сугубо византийщина. О чем сегодня считали. А вакуума этого архимандрита. Это конкретно, четко. Тупое. Неповоротливое. Вот это только так. Вот это только так. Самое главное я беру не это. Главное это никто из посторонних не успел представить. У нас ни одного чужого нет. Там нельзя это сделать. Я священнику однажды стал говорить, кто такие оглашенные. И он понял меня. И он говорит, ну первое, что я могу сделать, выйти сам из храма. Я говорю, сделай это. Выйди и запри на замок дверь. И начинаю в ограде свидетельствовать. И месяца через три первого человека запустишь. Ну если ты понял, что это не так. Ну по порядку давай. Вначале, как они избирали. Нет этого ничего. Даже с Павлом прощались, говорят. Падали на шею, целовали. Ну какому епископу я могу упасть на шею и целовать его? Даже не понимаешь, зачем тебе моя шея-то? Как зачем? Прощаться хочу, как положено. Первым нужно было, а у нас нет. Понимаете? Даже десятину Марина уехала, подает священник. А счет такой, она говорит, десятина, батюшка? Он не может понять. А там продавали имение к ногам апостолов. Десять десятин ложили. Десять. Все до одной копейки. А дальше общий стол был, накормили, напоили. Ну мы должны это сказать. Я не призываю. Я не Кочетков. У меня нет такой силы, такой общины. Ну мы должны себе хотя бы сказать-то. Ну не лукавить-то. Не льстить. Не лицемерить. Щетко ясно сказать. Мы не такие. Если сравнить с первоапостольским, мы карикатура. Вот они пришли уже учителя и стали говорить, надо обрезываться. Иначе не спасетесь. И тогда Павел им начал вот это послание. Будет кто к вам приходить. Там они будут такие, у них митры, все. Анафема им. Если будут проповедовать не так, как мы проповедовали. Первый глав, восьмой, девятый стих. Два раза анафема им. А один раз только в Библии встречается, два раза анафема подряд. Это тем, которые не по Евангелию учат. Вот так. И еще кому анафема. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Марана Афа, анафема. Да хотя анафема это наше православное. Это на нас. Мы не любим ни слова, ни Христа. Я это увидел, а ты не увидел. А как выйти из этого, полюбить Христа, полюбить Библию? Это очень просто все делается. Но к этому не допускают. Любить только через прикладных, как там уже. Без Матроны Бог тебя не услышит. Земельки оттуда взять. Вот что они там делают-то? Ну это что такое? Откуда это все взяли? Почему напрямую у меня ход закрытый? А ты святых не признаешь? Я не признаю. Ты со мной молился хоть раз? Я их перечисляю ни одного, ни двух. Кто молился, тот знает. Я пока перечислю всех пророков. Я их всех перечисляю. На молитве, на каждой молитве. Мученики какие я перечисляю опять, сколько их там? Может быть 30. Где святые отцы, там штук 40 перечисляют. У меня больше сотни. А ты, говоришь, я не молюсь. То есть на лжи все построено. На лжи. И вот мы это считаем, мы видим, это община утонула во лжи. И теперь необходимо его послание, чтобы так ударить, чтобы гром загремел. Вы остались без Христа. Прямо заявил он. Да как? Вы без Христа остались. Вы понимаете или нет? Я вам так о Христе говорил, как будто у вас перед вами голгопа, и он был распятый висел. Считается, что он на распятие показал. Так это красочно было. И вдруг теперь все по-другому. Нужно это, нужно это, это, это. Без этих священий. А свящие написано. Покупать только в храме. Нигде больше не покупать. А все священия чистые. А ты ермо. Вот почему он говорит, патриарх, я завидую. Ты свободен, дьявол. Он не свободен. А когда его зажали, теперь я ему написал, Андрей, ты теперь свободен будешь. Еще маленько и свободен. Значит, рядом. Ко мне приезжают на вторая нара. Не нара, я говорю, это, ну, этаж, говорю. И сухарей хватит. Все, отец Андрей, езжай, они вам ничего не сделают. Если ваша Игнатья приглашают, все будет как надо. Ну, в интернете это все. Вот сейчас, считай теперь и знай, что это за община. Не мыли эти галаты. Когда ты так считаешь, у тебя не просто писание какое-то, а буквально экран дрожит. Ты знаешь, этого делать нельзя. Это остаться без Христа. А нам все время глаза заморачивает, поворачивает и все. А он святых не признает. Ну, вы, профессор Осипов, признаете? Спросите, признает он царя Николая канонизированного? Он был против канонизации, на этом стоит до сегодняшнего дня. Почему к нему упрек, а нет, что он не молится? А я Николаю молюсь каждый день. Почему от него вы отстали? А почему? Потому что он под благословением патриарха ставит. А я никто, бложка, мошка, вошка. Со мной можно что угодно делать, топтать и сморкать. Он-то не признает кого. Его уж искупителем называют-то. И вот теперь это все разъясняет. И при том, разъясняет Осипов правильно. Никогда человек не мог быть искупителем. Искупитель только Христос. Татьяна, ободрись. Отгони его, трихани вот так. Ну, все. Давай. 25-26 стихи. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. Ибо все мы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Толкование. С пришествием веры, делающей мужем совершенным, мы, говорит он, уже не можем находиться под руководством воспитателя, как ставшие через нее совершенными и вышедшие из детского возраста. Так как мы от веры стали совершенными мужами, то ясно отсюда, что и сынами Божьими мы стали через веру во Христа. Таков ход мыслей. Конечно, удостоверившийся быть сыном Божиим не несовершенен и не младенец. Поэтому странно было бы тем, которые стали мужами, подчиняясь руководству закона, точно так же, как при наступлении дня и при свете солнечном, употреблять светильник. Смотри же, вы же он сказал, что вера делает сынами Авраама, а теперь сынами Божьими. Так много она может. Я иногда буду так стучать. Для чего-то. Кто проснется, тот догадается. А кто не проснется, опоздал. Слово Божье усыпляет, как младенцев как раз. Понимаешь, Нил? Вот если я буду говорить, я понимаю, это тоталитарный волк. А так, виновата только кастрюлька будет. Это означает, что крепко уснул. А один раз? Только глаза зажмурил. Продолжим? Или у кого-то что-то? Понимаешь, говорят, испай к священнику. Вот сейчас сказать. Вот я сделал. Кто подумал, что я ради него это все сделал, ходил, выбирал. Поднимите руку. Кто думает, что это для меня сделали, чтобы я не спал? Правда, я заснул, даже не узнал. Даже не узнал. То есть привычное состояние. Вот один человек покаялся только. Кто еще? Конечно. Неохота осознаваться. Ну ладно, тогда. Если тьма, свет в тебе говорит, тьма, то какова же тьма? Нет, я другое. Если это сонное состояние, не сон, то какой же сон? Тебя даже, если система град будет долбить, и не проснешься. Да, проснуться. Можно сказать? Да. Я немножко назад отвлекусь. Игнатий Иванович рассказывал о коровах. Я немножко тоже дополню. Вот он привел Житя Сыдык, да? Или что там? Что один мужчина? Нет, не Житя Сыдык. А что? Что вы привели? Какой случай с мужчиной, который голос сказал, что ты сматерись, и корова вроде как больше в тростину туда не полезет? Откуда это? Откуда? Ничего не пойму даже. Это быль. Это быль. Да. Вы про корову рассказывали, что полезла в тростину, хотя это не должно быть произойти. А голос сказал сатана, что вроде сматерись. Сматерись, она вылезет. Да. Это откуда взято-то, я имею в виду? Ну, откуда? От пастуха. А я другой случай расскажу. Вот я лично пас каждую осень, только в этом году не пас, потому что другие у нас работы были более, это, так сказать. Понятно. Емкие. Да. И я тоже, вот у меня по неопытности, первый год я осень пас, и коров погнал там через полотину, а они возьми, да, а сзади телята всегда отстают. Я телят тоже начал подгонять. Они возьми, да разбрелись. Одни часть пошли на поле, другие там в деревню, другие там в лес. И я в ужасе начал бегать. Что делать? Спирая, конечно, разгневался, чего я сатана где хотел. Давай их там, нет, не материться, я не матерился. Давай их там выгонять. Пока с поля выгоняю, я смотрю, следующий уже там, все, уже в другое поле залезли. И в этот момент, за эту пасть богу, я три раза вставал на колени и взывал к Богу. То есть вот так вот. Господь сделал, чтобы меня, кажется, немножко сбудоражить. Потрасти. Да, потрасти. Да, потрасти. Все-таки Господь дал, я их собрал еле-еле. Я потом уже, конечно, таких живо больше не делал. То есть у кого-то просто голос, сатана, он сатана этого добивался, чтобы я возроптал, там еще что-то. Вот, а меня Господь на колени поставил. Молитва была. И у меня это, и началось. Сейчас-то подержите, я и начался. Вопрос задам. Что такое? Вопрос к вам. Сегодня на собрании брат Сергей Пупков сказал, что сегодня мы пойдем на благовестие по квартирам, как свидетели Иеговы. До этого, когда мы сейчас постоянно ходим на площадь Спартака, и там постоянно возле магазина Мария Рас благовествуем, раздавим Евангелие, свидетельствуем людям. До этого у меня было предложение брать. Он говорит, может нам в какое-то другое место сходить? Они говорят, нет, лучше здесь. Я согласился. И у меня такой вопрос, что правильно ли Сергей поступил, что единолично избрал решение поступить и идти по квартирам? Или надо было все-таки это согласовать с кем-то? Да ты уже прямо отвечаешь. Как так? Нас несколько человек в одной упряжке, и один решает. Так не бывает. Это не то, что неправильно, это вообще никуда не годится. Предложение его, я считаю, хорошее. И может быть действительно пора менять тактику. Но только вот этот шаг нужно переиграть. Останьтесь, сколько вас человек идет, ходит. Ну, наше мнение-то тут, что я говорить, буду голосовать, а сам дома остаюсь. Если я проголосую, значит я сегодня пошел по квартирам. Я обязан идти. У вас сколько человек идет? Четверо? Ну, основное. Да я откуда же знаю? Я сказал, я поеду с Никитой по квартирам. Кто с нами, присоединяйтесь. Все. Нет, подожди. Ну, ты с ними, Сережа, как не согласился? Сережа, ты с ними вместе с ребятами с Володей ходил? Куда? На площадь. А как же не ходил? Ну, ходил, значит, это уже команда. Притом не один раз ходили. А я решил так выйти. Так не делается ни на фронте, нигде. Ты во время не служил. Игорь, так же не делается. Ну, я ему сказал, а что ты по квартирам-то? На площади хорошо будешь. Нет, я не про это, только оставляю. А он говорит, ну ты хочешь, ты же не сказал мне, ты сказал, ну ты хочешь, и иди, значит, туда. А я пойду так по квартирам. Это должно быть... Здоровский ответ. На две команды давайте разделимся. И мы... Не надо сказки, дедушки Бонзая нам тут рассказывать. Так, Игорь, сейчас подождите минутку. Значит, обсудить, сколько вас человек, вы должны были собраться и сказать, будем дальше работать вместе в одной вязанке или разделимся по частям пойдем. Правильно это разделиться по двое. Сергеев самый правильный выход, но подход к нему не такой, и поэтому вы не хотите, не ходите. То есть ты уже как бы дистанцируешься, и нехороший остается осадок. Уже туман находит. Не надо этого делать. Так, ты решил идти двое. С кем идти? Так, чтобы ту команду не ослабить. Чтобы там было не меньше двоих сегодня. Тем более, где снимают, там должно быть трое. Желательно, чтобы вы могли еще и тот взять с собой. Вот такой надо подход делать. Никогда самостоятельно не решать. Ты знаешь, у нас самое маленькое мы все решали. Даже какая ширина, опустить, я вас спускаю, показываю, какая будет вода. Я не стал копать. Я вас вниз спускаю, посмотри уровень какой. Ну как вы думаете, как? Иначе размоете. Да давайте еще на две лопаты глубже. Что бы мы ни делали. Теперь даже вот как поставить, эту арматуру забить, я заметил, в всем собрании вышли на улицу. Как забить? Ну и кто там первый поддержал-то правильно? Лена, кажется, Барабаш. Она прямо сказала, забивать надо вот так вот в разнос. А лага, вот лежит лага, так вот так надо арматуру забивать-то. А эти верхушки тогда, когда она вот сюда шире-то идет, стягивать проволокой, чтобы когда вода пойдет, чтобы она не выкинула наш пол-то. Я это понял, что она так делает. Тогда доказали, ну и правильно. Иначе там не задержать. Ты этот вопрос подними на обсуждение с теми, кто идет. Остальные, ну просто помолятся. Так, мы делимся. Допустим, у вас четыре человека пойдут туда, четыре здесь. Тоже можно. По одному не ходить. В комнату никогда не заходить. И потом подвести итог, как у кого получилось. Апостолы как? Не пошел, Марк, дорогу я оставил-то, не годится. И когда пришло время, там он племянник Варнава был. Я тоже пойду. Павел говорит, Ша. Ну не так, конечно, как Ша. Сказал по-другому. Не пойдешь больше. Ты отстал от нас. Почему отстал? Ну, соскучился. Мне охота была во Францию попасть. Больше ты не пойдешь со мной. И произошло такое разделение, что Павел сказал, я его не беру. А теперь он остался один, и Варнава. А Варнава, он племянник, а Варнава, говорит, я тогда беру, Марка. Говорит, ну и забирай ты его. Тоже мне нашелся. Ну, Павел-то один остался. И он избирает силу. Вот это была сила, действительно. И теперь толкователи говорят, два светильника в одном месте, это слишком богато. Надо разделить было. И теперь два светильника, Варнава и Павел, в разных местах. И пошло дело-то еще. Вот надо в этом во всем увидеть. Это Марк. А потом Павел пишет, Марк опоминает. Сын мой Марк. То есть опять восстановилось все. И так у вас восстановится. Сначала разделитесь, если так решили. Я считаю, что Сергеев совет очень правильный. Хороший. Но подход совершенно неправильный. Не обсудить ни с кем. А я пойду. Позвольте. Ты не научился молитвой, отошел немирно. Этого нельзя делать. А если они не согласны, они должны мотивировать. Чем не согласны? Что я хочу туда, а вы здесь. Почему не согласны? Они пусть объяснят. Они узнали, что там сегодня вылавливают мусульмане, христиан. Ну тут понятно тогда будет. Но если этого нет, а потому что я хочу так. Давайте, братья, разделимся пополам, как Павел Сварнава. Мы сюда, вы сюда. А потом сведем и посмотрим, где более успешно было. Вот как надо делать. Ну, у братьев моих на Урале тоже, у брата Андрея и Володи, у них подобная ситуация произошла тоже. Один поехал там к одному священнику в город Реш, а другой в Артем Москву. Один начал там, ну как сказать, собираться на занятия у священника благовествовать. А второго не пригласил. Ну и второй огорченый. То есть вот на этом огорчении тоже разошлись. Ну я у них спрашивал, он говорит, вроде в дальнейшем они, ну как сказать, не повздорили, ничего. Ну вот это огорчение произошло и уже никак. Но однако, Господь сейчас показал, что один трудится на одной почве. Вот брат Андрей в одноклассниках, он выкладывает свои видео. Кто-то его снимает на видео. Как он проповедует в храме, там где-то там у престарелых собирается, в дому престарелых, то есть благовествует. Прямо Слово Божие делают, цитируют. Вот Игнатьич, в случае, я прислал файл один, он одобрил это. Вот и, а Володя там занимался с другой пастой у одного священника. То есть тоже разделение. Хотя собирались вместе, вместе благовествовали тоже. Ну и именно то, что вот как Игнатьич рассказал, по согласию должно быть все. Так, Сергей Михайлович, я с тобой. Если никого не будет, я пойду по квартирам сегодня. Я вас не сомневался. У меня как написано, птицы взлетать будем по лестнице. Игнатьич, а можно еще предложение, что если вот, например, часа полтора возле магазина, а потом по квартирам. Или это не стоит так? Нет, Володя, это просто не успеете никак. Никак, это не просто, у вас машина должна быть, но вот такой вариант подходящий. А вы скажите, ладно, Сергей сказал так, давайте так, по одному дому берем с двух сторон и пойдем. В одном месте, друг за другом следите, разбиваться бы не надо. Ну, у меня и было такое предложение. Ну, вот так. Надо, чтобы проголосовали за это. Дело в том, что у Игоря с ногами тяжеловато. Вот, чем вопрос еще. Ну, пусть я на первом этаже будет. Да я могу и около магазина, ничего страшного. Ну, куда вы ходите, девятиэтажки, это все на слистами, да? Конечно, там легкие. Сестры. Ну, чего в этом-то уже все занятия. Ну, я был в этих квартирах, я знаю, что такое. А так. Тем более, если бы это уже пройденный этап. Ну, конечно. Ну, все, считай, значит. Вернемся к нашим галатам. 27 стих. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Толкование. Определяя, каким образом мы, сыны Божьи, говорит, что через крещение. Но не сказал, вы, которые крестились, детьми Божьими стали, как бы и требовало последовательность. Но гораздо выразительнее, во Христа облеклись. А если мы облеклись во Христа, сына Божия, и ему уподобились, значит, приведены в единое родство, в единый образ, став по благодати тем, что он есть по естеству. Став по благодати тем. То есть, имеется родство, да, сыны Божьи стали, как и Христос, да? Когда во Христа облеклись, мы становимся детей Божьими. Это имеется в виду толкователь. Когда он говорит, приедены в единое родство, в единый образ, став по благодати тем, чем тем, что он есть по естеству. Он есть по естеству Христос, по естеству Сын Божий, в большой буквы. И мы уподобляемся Христу, и становимся тоже, нам дано быть власть чадами Божьими. Так? Не мудрство его, так и принять. Понимаете, вот опыта никакого не хватает. Я держу уже десятки-десятки лет голубей, и вот два дня назад Володя приходит, уже темняется. А там, говорит, наверху на решетке голубь сидит. Ветерок поддувает, холодно. В темноте голубь не будет сидеть. И вышел, правда, сидит. Его трогать нельзя. Он сидит, там кошек нет. Если я его сейчас спугну, он полетит, ударится об деревья, он совершенно слепой в темноте. Зашел я и говорю, а что такое? Кормил сегодня. Одна голубка как-то в стороне сидела. Почему она не слетела с гнезда? А там, где у вас так капуста? Я уже подумал, не заболела ли она, оснащала. Еда есть. Ну что? Причины никакой нет. Я думаю, наверное, уже заболела, составилась. Она все сытая, нормально. Сейчас пришел, считаю, одного голубя нету. Пересчитал заново, нету. А перед этим только одна голубка, там большой картон, и она за ним сделала гнездо и села парить. А я яйца этим забрал. Где она выпарит-то, ясно дело, где-то. Я заглянул туда, она уткнулась и лежит мертвая. Домой пришла, где не дал ей, и она мертвая лежит. Вот что это? Возраст ее? Ну там я ничем возраст нельзя определить. Это не полоски на рогах. Сколько телят принесла, столько колется у коровы появляется. И можно узнать, сколько раз она отелилась. Вот тебе сказали бы на пальце сейчас 4 или 5 колется, сколько ребятишек. Но нет этого. И вот здесь. Значит, это было уже предупреждение. А можно что-то сделать? Ничего нельзя сделать. Это урок исчерпан. И когда-то и мы так, уткнемся в подушку, в свое гнездышко. Встали, а уже околел. Еще нету. Я взял себе урок. Даже из голода. Никакого опыта не схватит. А утром она залетела. И, видимо, сидела, прощалась всю ночь, может, молилась. Я так уже думаю, сколько летала, уже ничего этого не будет. И такая породистая, хорошая. Сидит, уткнулась и окоченела уже. Ну, надо изничтожить, вот здесь такое зерно и применить к себе. А это мой путь. Ты уже когда-то уткнешься и... Я сейчас рассказываю. Вот, если я умру внезапно, Никита будет у меня в доме, он остается. Если я умру, но у меня не будет в доме, в доме уже он не будет. То есть... Ну, как Илья, как очень говорим, так. Потому что меняется многое, и без моего ведома уже вы еще не можете так сделать, как бы я хотел. Поэтому наказ определенной щетки. Ты уже его учи, терпи, веди. И все. И Никита... А если Сергей умрет, то я стою с ним в квартире? Если я умру, спрашиваю, то он у меня остается? Если тогда я садил. Мама, поддержите. Если он умрет, тогда объявить в общине. Кто тебя примет? Тебе нужно быть самостоятельным. В общежитие куда-то пойти или что-то начинать работать. Не будешь же... Один пишет, ну не будешь же ты, Игнатий Тихонович, 120 лет жить-то. Ну дайте человеку. Ну я ему даю. Даю. Сейчас вот выйдешь и начинай устраиваться. Ну куда устраиваться-то? Жениться. Открыто. Это Барнаук. Специальности никакой нет. И что будет делать? Колеса качать у нас самолетов. Это мы маленькие были с братом. Делим дедовые медали. А дед заходит, а что это вы, говорит, делите-то мои медали. Я еще живой. Вот как помру, так и поделите. А брат-то поменьше меня. Дед, а когда ты умрешь? И вот. А ты знаешь, что мы очень хорошие были? Когда мы играли копейки, перевращивши в щику. Она тяжелая, чтобы дать копейки, перевернулась. Ох, и играли же тогда в деньги. Копейки наши все гнутые были. Битками свинцовыми, да? С свинцовыми битками? Нет, били-то медалью. А, медалью, да? Медалью. Вот сам медаль там. Эту медаль-то взяли. А там ушко маленько. Еще его отломил. И даже она круглая, тяжелая. Она раза три толще этого. Монеты. Монеты. Так, я за теми воевал. Хотел сказать, допустим, какой крест. Если мы этот крест свой не несем, пытаемся его сбросить, то Господь даст другое. Но только он будет уже еще труднее. Мне рассказывает Валя, моя сестра. До того вредная, говорит, корова у Миши Никитина. Куда бы ни повернул табун, она первая. Прет. Весь табун взять, она пошла. Корову за ней. Только с той стороны бежали. Она через табун прошла. На той стороне опять первая. Опять. Ну и что? И вдруг приходят торговаться. Я, говорит, там где-то спряталась за келью-то. И только купили ее. Купили, увезли. Утром выгоняют. Корова Женечука. Точно такая же, как копия. Никогда ее не видела. Первая везде. Что делать? Куда-то делать корова. Там заболела или что. На следующий день, утром рано, выгоняют корову барабаша. То есть, и эту корову нет, она иное место, и она начинает теперь производительствовать. У барабаша что-то там тоже не заладилось. Корова захвала. Это говорит наша Валя. Корова ее сын Андрея заняла это место. Лидер должен быть. Лидер должен быть. Да, должен быть, но не вредный лидер что-то. Можно Игнатихович сказать? Вот прям к вашим словам, под людей, то же самое скажу. Я не знала, как Таню мне только из дома вывезти, чтобы она не влияла на младших детей. Чтобы вот этого не было, как вот истребезло из среды себя, как в Израиле. Только Таня уехала, Маша на другой день один в один. Она встала на ее место. Вот как будто этот бес, который вот он из одного выходит, в другого заходит. Только Маша съехала. Оля начала рога показывать. Это вот, я не знаю, чем объяснить. Но говорят, не у меня одно, это бывают такие случаи. Чем объяснить, Игнатих? Чем объяснить? Бог. У Бога назначено это. Это другая личность. Ей положено, ну она, сосуд-то не божественный, а он искушает. И ты стараешься как-то приноровиться к этому. В пределах разумного, конечно. Не будет это. А, долой советская власть, наконец-то свобода. И вдруг такая перестройка, что взахались. Зарплаты никакой нету. Это вообще ужас. Люди стоят и два мужика говорят. Ой-ой-ой. Мыла нет. Спичек нет. Их нет. Лампочки перегорело нет. Да что это за государство? А там еще один подошел, вот как бы раньше, так ты сказал. Тебя бы сегодня же шлепнули. Он, вот, дожились до чего, даже шлепнуть нечем. Ну что скажешь. Вот советская власть ушла. Теперь Брежнева еще вспоминать будете. Застой, застой. Ну все же было. А то сегодня говорят, ну когда не было этих очередей-то, ну нормально жили-то, ну можно было. Но свободы-то не было. И что как? Гласность и перестройка. Два слова. Это Маргарет Тэтчер подкинула. Горбачев по умнисту это взял. Гласность. Пошли все громить. Авторитетов нет. Партия рассыпалась. А рассыпалась еще нет. Я помню, прочитал. Кто-то купил КамАЗ. Два брата купили КамАЗ. В частное пользование. Я для того, до того удивился. КамАЗ. Вот ты вообразуешь, что такое КамАЗ, когда кроме никого нельзя ничего было иметь. И вдруг лошадь можно купить. Наша мать только говорила, вот отец-то не дожил. Он бы сейчас, как в раннейшей жизни, крестьянце, он бы сейчас лошадей гладил. Там он сказал бы, смотри, повернуло все назад, обратно. Не дожил. А наша мама все говорила, хотелось бы посмотреть, чем у вас все это кончится. Вот то, что есть, благодари за это Бога. За все благодарите. И за гонителей. Господи, благослови их. Этих лживых, хитрых, поносных. Это мне переносимо. Они где-то там, я здесь, меня не убивают. Я поел, аппетит хороший. Спать ложусь, никто не мешает. Да Господи, да пусть бы это все забыто было на суде Божьем. Они не знают, что творят. Прости им, Господи. Если этих убрать, будут другие. И другие будут более жестким. Вот так. 44 минуты. Дальше. 28 стих. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Все вы одно во Христе Иисусе. Толкование. Каждый из крещенных, говорит он, отбросил свои природные особенности. Все получили один тип и один образ не ангела, но и самого Господа, являя в себе Христа. Так что все мы единого Христе Иисусе, именно поскольку мы имеем один запечатленный образ Христа, или поскольку мы единое тело, имеем единую главу Христа. Ну а как нет иудея, а куда они делись? Это журнал из Лихаим. Это у нас фаина. Вот. И там большая статья написана. Жиды, жиды, везде жиды. Это еврейский журнал. Аня высмеивает нас, а наши боятся. Я евреев узнать, он говорит, буквы не выговаривает. Кукуруза. Он не может сказать. Скажи кукурузу, он говорит, я лучше пять раз пшенка скажу. Ну и на этом параде выступает, доделает еврея, и говорит, и так, слушайте внимательно, я буду громить. К тех, кто не подчиняется гражданин, гражданин Советского Союза. Видите, я как Рэвы говорю, а я еврей. Ну надо юмору на маленько подпустить как-то-то, ну не злиться. Меня уж там каким-то к именам не называли за то, что я об евреях хорошо отзываюсь. Не потому что я еврей-то, совершенно нет, а потому что это благословенное от Бога племя, я должен его благословлять. Ты дурак совсем, тебя ограбили, ты благословлять. Правильно ты сказал, и что я дурак, и что надо благословлять. Ты еще не скажи, я все равно на той ступеньке окажусь. Один говорит, когда Брежнев умер, он говорит, звонит. Я слышал, генеральный секретарь у вас умер. Вам не нужны генеральный секретарь? Да ты мужик, что, дурак что ли? Да, я недавно из Псиатрии. Он думает, что это по конкурсу, а для этого дурак должен быть. Ну и ответьте на свой вопрос, куда делись-то иудеи, елены, мужский пол. Тем более мужский пол, женский вообще непонятно. Мне звонит еврей сейчас, я еврей, я православный сейчас, куда мне подать? Ну ты же находишься там где-то в Ставрополье, там ролик составлен. Ну и зачем людям знать, что ты еврей-то? Ну может быть найдется еврей, поезжай к отцу Науму еврея, мой крестник, священник. И сейчас он так по-хорошему все это. Ну зачем на это смотреть-то? Я бы, например, я так думаю, если был бы я еврей, я бы никогда не прятал. Сегодня стыдно назваться русским, пишут в интернете. Не я говорю это. Почему? Да везде вся пака, все это оттуда идет. Но я должен теперь жизнью показать, что они все такие. У русских есть люди, которыми, ну это в мире так, можно гордиться. То есть похвалиться можно. Ты понимаешь, сколько таких людей у России было, ты посмотри. А сколько не русских было, Крузенштерн, там возьми, Датчанин, Даль и прочее. Пушкин-то он внук негра. Пушкин русский. У него русского-то может быть 25% только было. Ну надо научиться как-то ласково сказать, подумать. Да, так, русский народ далеко не тот теперь. Это верно. А для чего я живу? Я должен показать христианина, а в этом увидят люди русский человек. А Лесково помните, там эти странные рассказы у Лесково, когда этот дик, как его там, ну англичанин, у князя Голицына был управляющим, усадьбу вел. И он решил каменную деревню поставить для русских. Ну поставил он каменную деревню, баню отдельно соорудил, дом, крыша железом крытая тогда уже. Это 1850-е годы. Ну и перевели прям целые деревни, переводят туда и говорят, вот здесь будете жить, все. Проезжает там барин, ну буду смотреть, как вы тут живете. Проезжает через неделю, смотрит, дома все, окна стеклом крытые. Стеклон, стеклянные окна. Окна повыбиты, двери все на растопашку, все повыбито. Грязь такая везде, все повытоптали, все травку там, муравку. А в бане все топятся, в бане. Так странно, я что-то понять не могу. Почему? Она такая, холодочек была уже осень. А что, в бане все топятся, а дома все без окон стоят. Вы что тут понаделали? Да не знаем, не были здесь неделю-то. Ну давай узнавать, заходят в дом, заходят. Вонища такая, что-то такое. Смотрят, там испражнения человеческие посреди наваленной везде. По углам. Пошли в баню стучаться, открывают. Там, говорят, черное, темное, никого кто. Кто тут, где вылазьте? Вылазят все прокопченые. А что вы тут делаете? Живем в доме своем. А вот же дом-то ваш. Вы что там загадили все? Это нужник наш. Нам зачем этот дом такой большой? Это где ж такое видано на Руси, что в каменном доме мужик жил, а деревянный тут такой хороший домичек, такой прям, как мы привыкли, стоял. И он отвечает, ну там еще несколько, и проплуг там было там тогда. И он отвечает на вопрос, и сыну передает теперь, говорит, вот сын, придется тебе править теперь, вот в этой усадьбе, этим русским народом он. Ну я так вот, отец познакомился немножко, с акцентом говорит, он недавно приехал еще в Россию. И мне вот этот русский мужик понравился. Он говорит, русский мужик дик и зол. Он муж, как же так можно о человеке сказать? Он говорит, сынок, я 35 лет уже в России, и все время вот на этой должности. И хочу тебе сказать одно. Запомни, русский народ дик и зол. И откуда англичанин, но так хорошо узнать русский народ. Потому что он приехал показать этому народу все лучшее, что было в этой Англии. И он там еще несколько моментов, и он все это показывает. И как все русский мужик специально или закапывал, или ломал. А на ответ, когда они вводили плуги нормальные, которые в Европе были, а у нас еще ковырялкой были, деревянные сухи, и такой небольшой железнонабалдашник. И вот так копали. И когда они специально устроили несколько полей, большим плугом украинским, на валах пахали, потом вот этим плугом, который европейский, и вот это ихний сухой. И самые лучшие всходы были после европейского плуга легкого. А он весь железненький такой, аккуратный, все, и хорошо к нем тянется. И они, ну вот видите, урожай там в несколько раз больше на поле. Вот им давайте пошите. Все оставили, все мужикам приходят. Все эти попрятали они плуги свои, и опять этой ковырялкой ковыряют. И этот Голицын-то князь уже сам говорит, это что-то такое, я не понял. Мужикам-то говорят, как так? Вы зачем плуги-то поставили? Они же лучше. Лучше, Марин, лучше! А что же вы этими ковырялками ковыряете? Ну, пускай Кузьма ответит, он самый старый. Кузьма такой вышел ему там. Че, Ась? А, что ему там ну-ка? Ну ты же, князь говорит, зачем мы это? Плугами-то. А, так, а вы вот в Европе-то там сеете у себя? Ну, сеем. А урожай снимаете? Снимаем. А че тогда мы из России вам продаем? И, говорит, все застыли, делегации все. Вот это Кузьма, а? И, говорит, все. И Голицын, говорит, прихнул, говорит, от злобы повернулся, говорит, и убежал. И больше с тех пор, говорит, сарайку эту закрыли на большой амбарный замок с плугами нормальными. А русский народ так и продолжал этими сохами ковырять. И почему никто не ответил? Я думал об этом вопросе. Да, никто не ответил? Потому что они не работали в этот момент. Им надо было сказать, вы понимаете, что в этот самый момент уже Европу аграрной стройной нельзя было назвать. Ни Германию, ни Францию. Они уже были промышленные государства. А Россия все еще была аграрная. Как сегодня говорит патриарх, 72% православных. Так вот, на этот момент 82%, это я вам четкую цифру говорю, на 850 год, было аграрного населения в нашей стране. Им заняться мужикам нечем было. И они этими ковырялками, конечно, наковыривали кое-что. А так бы они с голоду все лапу там сосали последнюю. И никто не смог им ответить. Ну, конечно, столько народу, миллионов мужиков пашут. Куда-то надо излишки хлеба было девать. Вот и продавали в Европу эту. Тем более, хлебушек еще тогда хороший был. Зернышко-то не то, что сейчас уже земля-то поистощилась. И тем более, удобрений таких не было. Были только нормальные удобрения. Да и мужики были, что там сказать, деловые. Им сказали вот это делать. Они хоть по болезнику, но именно нормальные удобрения вносят. Потому что они же хотят раньше сходы, чтобы были. Двадцать девятый стих. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники толкования. Так как впереди он сказал, что семя Авраама, о котором благословятся народы, есть Христос. Которому именно и даны обетования. А также указал, что и вы имеете образ Христов. То теперь заключает. Итак, и вы семя Авраама и наследники обещанного благословения. Как же после этого вы держитесь закона? Вы, которые получили благословение через то, что облеклись во Христа и уподобились Ему. И отсюда сделали семенем Авраама. Вопрос. Давай отвечай. Хватит ужасно. Начинай. Отвечай. Ну, дотрудись. Почитайте. Еще считай, знаешь. Четвертая голова, первый, второй стих. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Толкования. То есть, отец определил, чтобы он ничем не распоряжался до указанного возраста, чему он и должен повиноваться. Имеется в виду и закон, до определенного возраста закон, а потом мужи совершенные христиане. Вот это все сектанты относят так. Православие это было детское. Теперь они пришли к совершенному. А то надо оставить. То есть, они это перекладывают на сегодняшний через Кальку. И другим все понятно. Ну, я увидел, что православные проповедовали нигде. Они Писание не знают, не знают. Ну, вот сегодня считали. А где проповедь? И где? Приехал архиерей, и где ничего нет? Ничего нет? Как бы нельзя было сектантству не возникнуть-то. Так это, более того, вот пример рассказывал. В 2004 году, когда с отцом Павлом мы проповедовали в Тогуле. И познакомились там с протестантами этими. Слово веры называется у них. И там Олег Блахнин, этот у них главный был. Молодой парень, 30 с чем-то лет. Он говорит, мы прям пошли к вашему батюшке, к отцу Вячеславу, этому Масленникову, который там вот. И просили его, чтобы он их принял в церковь. Чтобы дал им там работу, ну, какую там церковную. Чтобы там, ну, что нужно делать? Благовестовать или там за кем-то ухаживать? Все, пожалуйста, мы готовы. Они не побоялись. И те, кто, тот парень, который им благовестовал, приехал там, тоже парень молодой, ну, мужчина молодой, лет 30, с Новокузнецкой. Он уже был там в этом Слово веры. И он им рассказал все это. И они приняли это. И он не побоялся их туда отпустить, к этому батюшке. Потому что он знал, что ничего не будет. Он говорит, да там ничего не будет им, говорит. Ну, идите, идите. А они говорят, мы пошли, но мы же знаем церковь там, все. Не поверили сначала на Слово. А молодежи там, он человек 20 собралось их. А он алкоголик валялся там под забором. Потом прямо сама Татьяна Павловна прямо рассказывала. Говорит, да он же алкоголик. Она его даже не узнала, когда он там говорил Слово. Она сидела на первой скамеечке. Он ее посадил, улыбается, смотрит. А потом подошли. Ну, я говорю, вот знакомьтесь, это вот Олег Блохнил. Она, это не, это не, это не, нет. Он, это я, Татьяна Павловна. Оказывается, она у нее учительницей была. Причем она его в пример ставила, потому что он добрый был, помогал везде там, все, в классе. А учился плохо, говорит. И все, она его не узнала даже, как он изменился. Он говорит, это я под забором валялся, помните? Руку он протягивал. Татьяна Павловна. Она говорит, я смотрю, пьяный. Олег, как же так? Ну, что ж ты в канаве-то валяешься пьяный? Все, человек изменился. Пошел в православие к этому маслененькому отцу Вячеславу. И что он получил? Да вы сектанты. Ну, они только про Евангелие сказали одно слово. Он их там и сектантами, и все, всяко-разно заклеймил. И все, идите отсюда. Выгнал. Так они, говорит, мы еще ходили, стояли там. Он все выгонял. Ну, у него такая привычка всех выгонять. Кого не знает, всех выгоню. Отец Павел пришел и того за шею вытолкал. Причем он сам не смог. Всех собрал бабушек. Толкайте, говорит, его. Отца Павла всей толпой бабушки вытолкнули. В двери. Как только она пала на вещественном свете. Она все, она у отца Вячеслава, он у нас был, все хорошо у нее. Давай дальше. Третий стих. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Толкованием. В детстве, не возрастном, но познанием о Боге. А вещественными началами мира называют новомесячие и субботы. Потому что эти дни бывают у нас от течения луны и солнца. Поэтому и те, которые теперь подчиняют нас закону, делают нас через сто детьми и порабещают стихиям мира. Хотя мы и стали уже мужами совершенными и сынами Божьими и домоправителями и господами. Научаемся также, что Бог от начала желал дать это усыновление. Ибо в этом и состоит наследие. Что, но наша незрелость препятствовала ему. Желая же совсем устранить закон, он не сказал, мы порабощены дням. Но вещественным началом мира. Чтобы тем сильнее пристыдить тех, которые склоняют еще к повиновению закона. Но не смущайся, что по течению речи начала мыслятся повелителями и приставниками. Ибо, во-первых, ты должен в закон мыслить повелителем. Ровно как и детоводителем. А не их начало. Поэтому новомесячие и субботы он назвал началами. Кроме того, он так выразился для того, чтобы совершенно отвлечь их от закона и пристыдить, как это он впереди еще яснее раскроет. Некоторые же под стихиями разумели естественный, приуготовительный закон. Вещественное начало мира в детстве были порабощены вещественным началом мира. Ну, как у нас яйцо на Пасху и так далее. Что такое новомесячие и субботы? Кто распалкует? Вещественным началом мира называют новомесячие и субботы. Потому что эти дни бывают у нас от течения Луны и Солнца. И детство тут еще главное. Ну, само новомесячие не говорили, что начало месяца. Им надо было отмечать. И зависит от чего. Начало месяца, она от Луны. Луна зарождается первый день. Начало первых числов. Поэтому у них было через 2 года, кажется, 13 месяцев в году. Не високосный день. 29 дней. Все ровно было. Ну, 29 дней, 6 часов, там сколько астрономических. И вот он про это говорит. А чего это зависит? А суббота, суббота. А суббота, каждый седьмой день. На седьмой день это дает уже все тоже привязку туда. Связан с астрономией. Он говорит, это вещественное. Поэтому это не духовное. И что Павел так решил назвать вещественным, тоже странно. Это было указание. А указание на новомесячие называлось? Нет. Вот это и удивительно. Как он смело Павел вторгался в это. А мы боимся одно слово сказать. Но надо просто понимать саму и суть. И он ухватил вот это. А можно доказать? Доказать нельзя. Доказательство только тем, что не доказано. Павла вот это не доказано. А мы на него ссылаемся, как он авторитет. Почему я православный. И вопросов нет никаких. А я хочу вот еще, как бы, для пояснения. А это не связано с ежедневными празднованиями? Вот у римлян было, там, еды вот такие и так далее. Они тоже зависели от месяцев. Тоже как какой-то переход у них там временной. И у них празднество там какого-нибудь Богу было. Тоже, в принципе, похоже что-то? Похоже, но не то. Но нет, конечно, не то. Потому что это указание левит. Это раззаконие. Это указание Божие. И поэтому авторитет был абсолютный. Бог повелел так. Пасха должна быть, ну, когда там? Новолуние. Первый месяц. Ниссан. 14-го Ниссана. И обязательно, чтобы только 14-го, 2 раза 14-28, то есть середина была полнолуния. А при чем тут ягненок? Ягненок. Ягненок. Должен быть есть обувший. От этого все зависит. Тебе зачем рассуждать-то? Сказано, должен быть обувший. Все. Подпоясан должен быть. В руках жезлы. Морор должен быть. То есть горькие травы. Что за горькие травы? Может чеснок? Они на чеснок упирают. И вот даже есть ягненка. Не варить его никак. А только на огне. Не жарить. А почему жареное мясо тоже хорошее? Хорошее, но не здесь. А кто будет делать не так? Предастся смерти. Вот это ничего себе. Это... Да как же так? Тебе будешь делать или не будешь? Это вопрос. А бывает так, что в это время был мужчина нечистый, там, истечения женщинам. Значит, показано, какой день должен есть. И должен быть ягненок. Какой? Годовалый. Годовалый. Не подкастрированный. Ядра не должны быть раздавлены. Там не была нога переломана. Все. Все условия. И такого ягненка лучше приносили и кололи. Кололи. А если мало, она всего двое с женой, нет детей. Соседа призови. Но чтобы кутру ягненка съели. Все остальное сожгли. Ну, закон. И он, закон этот, выкристаллизовался веками. Там подробности какие, муки, где искать, как им. И должны проверить, чтобы квасного не было нигде хлеба. Только пресный. Евреи поэтому везде искали ребятишки, даже в крысиные норки заглядывали. Нет ли где крошки какой. А если ее съест кто-то, придастся смерти. Это не яблоки на эссенции сделаны. Почему я говорю, что не надо это. Мы не понимаем вот этой строгости. А там, которые из Иди, там, кланились в Венере. Ну, у них свое было. Это отображение. Откуда было? Ну, солнце всходит, бывает заря. Так вот это даже предваряющий восход солнца, заря. То есть, до евреев еще они исполняли новолуние и обрезание было. Но обрезали там, правда, мужской и женский пол. Даже женщины были с обрезанием. А в Египте только, кто у них считался там жрецами, они должны быть были обрезаны. Обрезание-то не было каким-то открытием. А в каком возрасте? Восемь. Не в тринадцать лет, как у мусульман. Восемь. Инициация, как у католиков, там, в двенадцать лет, в тринадцать. Надо найти, откуда это пошло, почему. Если Библия не авторитет, ничего и нету тогда. И вообще ничего нету. Нам нельзя доказать, что нужно праздновать воскресенье, а не субботу. А субботе сказано, что отмечать. А воскресенье нет ни одного слова. Нету. Просто нету. А почему? Ну, это вопрос другой, я уже доказывал, почему. Мы отмечаем воскресенье, потому что это покой был, суббота была прообразом. Она вела к воскресенью. А мусульмане еще пятницу исполняют, они еще до еврейского не достигли. Ты когда все это разберешь, так легко делается, мне не надо думать. Зачем думать, когда написано, исполняют? Ну, написано. Про яйца, которые красят, там, Пасха, ни одного слова нигде нету. Нет, красят, все красят, все. И секретарей там, парткома, все красят. А что, жить чистой жизнью, Пасха наша, Христос заклав за нас. Понятия нету. Отвергив всякую закваску греха, про это никто и не знает. Работа бы, видно, не было. А вот Пасха, там, кутья разная, все. Как я разговаривал с Александром Менингом, говорит, можно подумать, что Христос пришел, научить нас правильно кутью варить. Смешно. Хорошо, да. Четвертый, пятый стихи. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Толкование. Пока были юны, мы подчинялись новомесячим и субботам. Но когда наступило определенное время воплощения Христова, когда род человеческий, прошедший все виды зла, нуждался в обращивании, тогда Бог послал Сына Своего, то есть благоволил прийти, который родился. Не сказал через жену, чтобы не дать оправдания тем, которые говорят, что Господь прошел через Деву, как через канал, совершенно призрачно, но от жены. То есть принял тело из самого существа ее и был плодом чрева ее. И был под законом, принял обрезание и совершил все, чтобы избавить нас от клятвы, которой сам не подлежал. Два же спасительных действия указывает он в воплощении Христовом. Освобождение от клятвы закона и дарование усыновления. А воспринять, сказал, для того, чтобы показать, что усыновление предназначалось нам издавна по обетованию, хотя по причине нашей незрелости и не давалось нам. Ибо и обещанное Аврааму наследие было усыновление, потому что сын наследует. Что дальше? Шестой, седьмой. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего, Ауа, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Толкование. Откуда видно, говорит он, что мы удостоились усыновления? Хотя он это показал и прежде, когда заявил, что мы облеклись во Христа, который есть сын. Но доказывает и теперь тем, что мы приняли духа, который божественно и необыкновенно касаясь наших сердец, научает нас называть Бога Отцом. А этого не могло бы быть, если бы мы не удостоились усыновления. Итак, когда мы дети и наследники непростого достояния, но божественного и сонаследники единородного, с большой буквы, зачем же опять становиться рабами и держать закона, отвергая им дарованную нам усыновление веру? Действительно, зачем? Ну во сколько насчет? Да уже немного осталось. Час 12 прошло. Час 12 минут прошло. Еще 15-18 минут. Ну кто что может сказать? По-моему, мудро здесь ничего не говорить. Да. Это тот вопрос, который не доказать нельзя. Просто надо принять и поверить в это. Мы христиане. Все. Мне вот интересно другое. Как себя вели галаты, когда дошли вот именно до этого места уже послания. Им достаточно уже было? Они уже поняли, что вера как раз была в том, чтобы принять просто Евангелие в простоте. И дальше не слушать этих лжеучителей. Что это лжеучителя. Кто-то, я думаю, понял, конечно. Может быть даже большинство. Но многие и не согласились, конечно же. Потому что уже легко было идти по проторенной дорожке. Закон. Все понятно. Особенно этим язычникам. У них у самих такие были законы. Принес там столько-то жертвы. Этот-то сделал. Обрядовое предписание сделал. Все понятно. И евреи то же самое сказали. Ну да, обрезание это больно. Но через боль-то, наверное, и получим основное благословение мы от Бога. А апостол Павел вскрыл, скорее всего, все это. Он такой, сказали. До конца, конечно, не расскажет всю тайну. А он в простоте. Он начинает даже с этого. Если ангел даже придет, будет благорестовать не то, что мы благорестовали. То есть еще раз я повторю то же самое. Вот это, кстати, очень важно. Когда одинаково ты говоришь то, что уже сказал. И это следователи обычно показывают, НКВДшники там. Он сидит уже там. Итак, еще раз повторяйте мне этот вопрос. Он уже все, уже не может, уже засыпает. Нет, не спать. Уже другой следователь, не спать. Повторяйте, говори на этот вопрос. Он опять говорит. Ага, в тот раз ты не так сказал. Ты сказал, если... Опять теперь начинает оправдываться опять. Да нет, опять к тому же идут. И апостол Павел говорит, и всегда одно и то же вам говорил. Там говорил, у Галат, Галатом говорил, Коринфяном говорил. Всегда одно и то же благорестование. Вы видите, это нет. И теперь по этому благорестованию он раскрывает веру Авраама, приводит и так далее. Ну все, что тут есть. Ну они сидят опять, слушают. Да, ну гляди, опять то же самое говорят. Да что ты будешь делать? Ну, наверное, точно лжеучителя. Нет, как интересно, они лжеучителям поддались. Мне вот интересно. Почему? И у нас-то в общине, Тагнатинович сказал, сейчас в общине у нас, Галат его нет. Очень легко все поддаются. Только что-то началось новое. Вот Лидия Павловна я ее встретил. Летом, после поста Петрова. На население хозяйственное заехал туда, в ярмарку. Там яйца крупные такие продаются. Яйца взять. Смотрю, она там же стоит. Я говорю, о, Лидия Павловна, я говорю, вы что, тоже из поста выходите? Яичечки. Она. Я уже давно этим не занимаюсь. Я говорю, чем? Постом, что ли, не занимаетесь? Как понять, не занимаетесь? Я только из общины ушла, и мой батюшка в церковь, куда я сейчас хожу, мне сказал, какие тебе посты? Ты вся больная, вся в гастритах, в менингитах, в паранитах и так далее. И я, да, да, действительно, так и есть. Я вот теперь себя очень хорошо чувствую, все. Но я ушла не по этому, не по тому, что посты, нет, нет. Я ушла, потому что мне тут совсем близко ходить в церковь. А там до вас пока дойдешь. Идешь, 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 и не идешь. А сама набрала так хорошо корзинки там мясного, там всего этого. И так ходка, ходка идет, я на трамвай еду. Она бежит, быстрее трамвай еще успела перейти. Но далеко довольно-таки все это происходит. Ничего, бегает по магазинам. А как в церковь, что-то ножки не ходит. Поэтому да, вот то, что сатана крикнул, выругайся там, сматерись. Это да, это правильно. Он всем кричит это. Просто кто слышит, кто нет. Этот пастух по простоте душевной передал нам всю простоту вот этого козни сатанинских. Вот Булгаков тоже интересно подает это. Но подал это, тоже же где-то взял. Сидит мужик, спокойно беседует, как вот по бульвару-то. Двое проходят, там тоже сели там, беседуют. Он прислушался к ним. Потом подошел и говорит, так вы что, даже в сатану не верите, что есть? Нет, не верим. А он перед ними стоит, вот он, красавец. До такой степени, что тебе так голову отрежут. А этот Берлес, он все знает, там главный композитор страны всей. Это кто, интервенты? Да нет, комсомолка ваша. И говорит, они поняли, что это сумасшедший. Не прошло буквально минуты, побежал звонить в сумасшедший дом. И действительно, трамвай переехал. И все, все просто. Все в простоте дело, оказывается, сделано. Не надо мудрствовать было даже. Он говорит, а Аннушка-то уже масло пролила. Вот он, сатана. А Господь свою простоту нам дал, Евангелие. Берите Евангелие, читайте, и все будет понятно. Но почему-то Евангелие не берут и не читают простое. Это мы сейчас с вами разбираем, вот это толкование. Я думаю, до него ни в одной церкви, вот современной, ни один священник или епископ не дошел в толкование. Он просто не дойдет до этого места, чтобы толковать, вот как Игнат Тихонович, ну, тут растолковывает эти места, тоже в простоте показывает все. Почему? А вот сегодня мы читали, потому что Кирилл сказал, я на особым положении, я все рассказывать не могу. А апостол Павел мог и до такой степени, что заслушивались и падали аж юноши. Засыпали. Ну, засыпали-то от чего? Их убаюкивал, его вот это спокойствие, надежду всегда подавал, надежду будущего, вечной жизни. Это же так интересно. Это не просто интересно, это ради этого умереть готов и не один раз, и за другого, главное еще. И даже не за Христа, а за ближнего твоего еще. Вот в чем дело. Восьмой стих. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Толкование. Здесь обращается он к уверовавшим из язычников, показывая, что соблюдение дней есть идолослужение, и что они более чем прежде погрешают. Прежде, говорит он, вы хотя бы не знали Бога, так как жили во тьме и заблуждениях, и вследствие этого служили солнцу и луне, которые по природе не боги. А теперь, после познания истины, если бы вы стали наблюдать дни, это было бы ничем иным, как служение стихиям нечестия еще худшее. Вот о чем ты предвидел, что язычники тоже. Ну вот, такое толкование, что да. Грунче. Еще, если до Христа вы служили в солнце, луне, это и полбеды. Но когда вы уже узнали о настоящем солнце, правде о Христе и продолжаете вот эти праздники отмечать в своей старой, то не честь и еще худшее. Кошмар. Кошмар. А как это на наши дни? А и православие. Как это на наши дни? Вот наконец он сказал это. Как это теперь, ко мне послание относится, и как это не сделать то, что они делали, только уже в другой вариации, в другой накладке, с другой присыпкой. Как? Где это такое? Ну, наблюдайте дни и дальше перечисляют. Это прям православное. Он пишет-то про нас. Сектанты никакие дни не соблюдают. Это все про нас говорится. А что именно у нас тут смертельное? От чего надо освободиться? Где нам надо возвыситься? Ну дальше рассуждая, слово Божье, живое действие, оно заговорило наконец с нами. Оно поднимает нас, отрезает ненужное. Слово Божье брать в простоте, как Евангелие нужно брать и смотреть, сравнивать с нашей жизнью. Что отрезать надо? Там они отрезали вот эти вот солнце, луну. А у нас что? Да что только ни копни никуда, если деяние брать 28 глав. Ну во-первых, мощи, иконы, но неправильное у нас это, не просто почитание какое-то, но идолопоклонство, это однозначно. Вот допустим взять опять ту же Матронушку. Вот батюшка говорит, Мат, ну там же это, вот эти записки, не от большого же ума, горячего сердца и так далее, веры необыкновенной. Как раз от языческих вот этих суеверий все это идет. Они не знают даже ее жития святых Матроны. Я говорю, мам, ты вот послала записку ей, чтобы там мне Бог денег дал. Ну ладно, молодец ты. А это, ну послала через кого-то там, кто-то поехал записку везти о здоровье. Я говорю, ну а ты, вот, жития святых-то ее прочла? А зачем? Все же туда к ней едут. Я прочитал жития святых. Я ничего не могу найти, чтобы она была святая. Она провидица была. И вангу что святой не сделать тогда? Вангу до сих пор не могут понять. Ну все-таки там сатана, или все-таки она провидица от Бога такая. Кусочек сахара только дали, она посмотрела, вот так раз его повертела, положила. Она слепая, кусочек сахара. Что там может быть? И начинает рассказывать всю информацию, говорится, считала. Начинает рассказывать о человеке. Что у него, кто там родился где-то, кто умер, когда там. И все. Ну то, что она не принимала священников, так она там странно их тоже не принимала. Тоже странно. Там епископ к ней шел, шел, она говорит, и говорит, вот там идет там служитель к тебе. А ему надо ли ко мне идти этому служителю? Они же занимаются церковью. Ой, непотребствами какими. Он остановился, ему когда передали, и не пошел епископ. А я так думаю, так может он не пошел-то и правильно. Он подумал, вот это да, она провидится, все знает про меня. Сейчас приду, она как мне начнет высказывать. Что я там то неправильно сделал, что я это неправильно сделал. Так они и не дошли до Дива. Так тогда можно хоть кого проклясть, конечно. Так что. А где вот именно то, что святые делали? Ну как, вот у нас тоже святые. Какие святые? Ну конечно апостолы. От апостолы все понятно. Апостолы Мария Магдалина, как они шли к императору, этому она пробивалась. Благовестовали людям. И никто не мог проповеди противостоять. Никто. Служители их бьют в храме, они выходят. Как вы сами посудите? Можем ли мы не слушать Бога, а слушать вас? Вы что? Как так? И опять идут, благовествуют, и никто ничего не мог. И гомолил уже. Давайте, подождите, утишимся, хватит этого злобы уже, понятно, гонений. Давайте, если от Бога, это все продолжится. И мы тогда отступниками будем. А если нет, все затихнет. И какое предложение это было правильное? И сколько, я так понимаю, людей после этого пришло ко Христу. Зря, зряшних погубленных жизней не было. Для вечности даже. У нас никто не может этого подать. Вот на Игнать Тихановича, а тут гонят всех. Вот только побывал, это Вячеслав Масленников, побывал, туда приехал, все, совсем другое уже, начал говорить. Уже Татьяне Павловне запретил с нами общаться, все. Она же у нас в общине как бы все запретила. Или у меня тут не будешь, или все. А так приезжает, ой, да так, да я вашего Игоря там знал, да нормально все, да хорошо. То есть маслененький, такой маслененький, Масленников, налил масло, а язык, меч. И все вот так вот у них. Нету простоты во Христе. Сели вместе, Евангелие разобрали. Игнать Игнать предложил им. Четверо сидели. Когда он все рассказал, час-пять минут. Встал просто спокойно и прямо всю подноготную выложил. Вот этот вот архимандрит, это так мелочь. Он так высыпал чуток. Игнать 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 все им рассказал, по слову Божьему. По слову Божьему. Вы что, встал этот Сергий Беляев и так, склонил голову, под каждым словом Игнать 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 можно вам сказать Аминь. И все, да, да, да. Да, Игнать 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 Игнать, да, да. Все, да, да, да. Секретарь местной епархии. Где они сейчас? Ну где покаявшиеся? Они должны вот тут все сидеть, голову склонить и сказать, как этот отец Данил, помните, после того, как Игнать Игнать, как тут вся община восстала, когда он маме так сказал, да, молочко, ничего страшного, да, пейте сколько хотите. И мама такая, а, видите, ваш священник сказал это, а ты мне запрещаешь, ты деспот, ты демон. Вот так вот, мама, здравствуйте, здорово живешь. За котлеточек. А я, а ему Марина рыбных котлеточек сделала, все, да, я ничего, я могу и мясных поесть, да, ты ж монах. Да, и ничего страшного, я всем разрешаю мясное, что-то такого. Все больные гастритом, менингитом, простатитом. Все больные. Ничего страшного, ешьте мясо поза глаза. И потом он уже раз и перестал быть священником. Вот бы было здорово так. У нас, кстати, тут много покаявшихся было. Но никто не дошел до конца. А нужно было все покаяться, вот как отец Нафанаил. Не стал же служить, дождался 30-летнего возраста, но в 30 лет взял, ушел. А мог бы сейчас быть вторым священником общим. И какой бы батюшка был из него. Ну, это теперь только уже покрыто мраком. А он что, взял за какой-то рассказик этот о нашей общине. И рассказик-то, ну, да, глубокие там познания, глубокие познания, как будто предатель залез в душу и пытается выковырить из святой души что-то. И ничего не смог выковырить. Вы понимаете? Вот сколько нас здесь с нашими там какими-то вот неурядицами мы там бывают. И он ничего не смог выудить. И потом в конце. Ну, да, тут можно сказать, что это, конечно, не тоталитарное все. Но как тоталитарное? Игнать Игнатьич там занимается своими делами. Игорь Добунов, я его тут чищу. Без всякого Игнать Игнатья Игнатья. Я его и так как говорится, где поймаю, там и монаха. И сделаю из него нормального человека пытаюсь. Ну, монахи за войну. Да, убиваю. А как защищать родину и так далее? Я с ним сколько бился? Вот это монахи как-то спокойно. А как не убить? Это надо. Враг идет. Надо в оружие. И так для этого ты понимаешь, ты должен рассказать это теперь. Это у тебя должно быть сердце. Ты должен как-то его там злоба какая-то нет-нет, беззлобно так. Ты беззлобно берешь, заряжаешь и беззлобно стреляешь, все, защищаешь. Как придумано все это? Ну, сатана вкладывал просто где-то откуда-то он это перенял у кого-то. И теперь так оно тяжело пробивалось. И потом я говорю, ну, а рождение свыше как у тебя было? Рождение свыше? А это я там где-то там был еще молодым, там вот родился свыше. Я слушал, как ты мог родиться свыше, если ты до сих пор еще у тебя даже вот это понятие, что воевать можно, защищать, оружие брать. Ну и то, ну, только-только начинаешь перемену какую-то в мозгах. А если ты христианин, родился свыше, для тебя все заповеди Христовы как свои, значит, до конца даже заповеди Христовы не знаешь. Или специально ты все это делаешь, как говорится, назло вам. Вышла книга человека, батюшка с ним служил, Бобов фамилия его. Ну, написал про одного архиерея дореволюционного, а театра был. Специально в холокола звонили, когда театр представления дали. Красавица. И он был миссионер. Наступает весна. Он берет с собой солдат роту с оружием. Все, и приезжает туда. Его уже вперед говорят, они бегут в болото, где, ну, болото, ну, как там же, день-два. А он сидит тут, деревня, деревня пустая. Он знает, они где-то тут в пустах сидят. Находясь они приходят, бачка, мы согласны креститься-то. Ну, то-то. Он садится, кресло ему вытащили, вокруг стоят солдаты его. Это все пишут официально сейчас патриаршие. Он все это описал очень красочно. Так, ну, а как же в другие это пошли? Ну, как же тут вот приходил мусульманин, и он сказал, сказал, что если вы примете христианство, то две жены нельзя иметь. А у нас разрешается четыре. Вот это да. И конину нельзя есть. Канина, у них-то конину там лопают. Ну, и что, вся деревня сразу перешла туда. А он их теперь оттуда сюда перетаскивает. Так и эти. пошла-пошла туда, куда патриархию. Сказали, поста не надо никакого. Понимаешь, нет? Не надо. Чего же она не пойдет? Это то же самое. Не надо поста. Было столько времени, она ушла не из-за этого. Она сказала, что здесь нет теплого туалета. Теперь что придумать? Она сначала заботилась о задней части, а теперь о передней. Сначала о нижнем заботилась, теперь о высшнем. Желущий кишечный тракт. Ну, и что дальше? Ну, и все. Мы приняли теперь этот, который приходил оттуда, туркмен или какой-то. Сказал, можно иметь четыре жены. Вообще-то, здорово. А вы не узнали, что надо кормить их и детей воспитывать? Нет. Ну, он скрыл это. Ко мне просто четыре. А четыре? Каждый четвертый день ты должен быть у жены любимая или нелюбимая. Ты в одинаковой степени должен быть для нее мужем. Одна четвертая предложит тебя ей. Вот вся проповедь. Ну, а вы теперь как? Батюшка, мы теперь опять христиане. Все. Он их приобрел. Приобрел, сел, поехал. И теперь его кости во время революции. Как они тайны выносят, как прячут. Это Бобов пишет. И этого Бобова захватили? Нет, его сейчас епископом поставили уже в патриархии. Все, он теперь епископ. Вот так глянешь, так мы-то галаты те и есть самое. У нас до Христа-то не доберешься. Все со всех сторон налеплено, налеплено, налеплено. Я все говорю, Христос говорит, оставь мертвецов, мертвых, хоронить мертвеца. Ну, те, которые были, они же не мертвецы были. Это мертвецы с покойниками водятся. Господь их оскорбил разве, что назвал мертвецами. Хоронить, выкопать яму, и кто это занимается, уже мертвец. Ну, не об этом шло, конечно, а допоить, докормить. Ну, а о том, чтобы выкапать мертвеца, а потом его резать по части, зашивать куда-то, в кресты монтировать, ни Писания, ни Христос не сказал. Как будто Богу это даже не додумал. Бог не додумался до этого. Аминь. И это все как есть. И начали смотреть, сейчас захватили, там у него чемоданов 13 костей везет. Греции, это не доказано, чьи это кости, и человеческие кости. А, ну, кости лежат, они полки, и написано, череп, написано, мартирии на черепе, кто, Одни черепа, это кости, со называются, батюшка наш был, заходил там у них, там монахи караулят, сидят этих мертвецов, они караулят. Ну что, Бог заповедовал это? Не убежать. Так мало того, они сейчас в интернете выставили, какое они там сделали. Представляете, заходишь в космосу, и допустим, надо звезду сделать, так вот они, значит, которые пошире, это бедра, там эти, вот эти суставы, которые, которые вниз бедра, оно получается красиво, так и везете маслами, от рук от ног, вот эти вот, ими все это украшено, следующая звезда, там крест, из одних костей. Притом такие они, ну, бывает человек, из корешков, там деревья какие-то вырезают, штуки там, и это точно так, из лоскутков бывают девочки, куколки там, это из костей. Кошмар. Это надо увидеть, чтобы сказать, это наша вера, это не где-то Афон, это все официально выставлено, на афонском там, каком сайте. Я сначала даже не понял, как красиво, а потом рассмотрел, упользовал, да это кости. Господи. Они выкапывают кости, их вином промывают, а куда девают вино, это говорят, а сектанты, да как куда, дают им причащаться православным, они это пьют, на то же смеются над нами. Коснисы, специальные, большие там, где под землей, полки, все подписано, и вот показывает там, Воробьевский этот Юрий, везде собирает это дело, он тут приезжал к Никите, даже был, говорит, может и не был, но говорят так. И вот он, там бывает где-то, и тот, который монах там, в мешке набрал, в мешке кости тащит, и он говорит, а кто такой, он вытаскивает его, смотри, вот череп, а видишь, вот лоб у него желтый, это святой, череп там, щеку смекнуло, и опять себе в мешок, кости, хоронить, и то уже мертвец, но выкапывать, и теперь кости эти дробить, и по одному давать где-то, это как называется, вот уже про нас все написано-то, даже это закон, у них закон был, они закон держались, и тот закон был где-то водителем, а это беззаконие сплошное, кладбище принадлежит не человеку, это полигон будущего воскресения из мертвых, никто не имеет права трогать мертвых, к мертвым прикасаться осквернение, это написано, не освящение, а осквернение, да как что, к святым тоже, а Христос лежал мертвым, здесь они начинают накручивать, но я говорю вообще о мертвом, я считаю закон вам, Христос, священие, это Христос, Божья Мать, это освящение, но вы так копаете когда-то, маленько смотрите, что это, и зачем, почему между Богом и мной, должна сначала Костиса возникнуть, почему между мной и Богом, должна Матрона стоять, что Бог не слышит меня, или что, ну а как вы идете к губернатору, у него там секретарь, так это земля, она должна быть по образу небесного, а вы небо сделали по образу земному, переносит туда этих секретарей, и туда, но нет нигде в Библии о том, что до Бога, он приди ко мне, я услышу тебя, воззови, я услышу тебя, ну считай, псалтыр-то, считайте, где написано, если вы придете к Давиду, он помолится, услышит, было сказано, Иову, когда его обвиняли, эти обвинители, пускай помолятся Иову за вас, от вас не примут жертвы, а то когда люди забрели не туда, за них должен быть ходатай, но не на каждом шагу, ну я каждый день молюсь святым, я православный, не потому, что без этого нельзя, потому что я православный, ежедневно, долблю и долблю, я православный, и поэтому я делаю все, как положено, воззвание к святым, на меня что только не говорили, он говорит, Богородицу не посчитает, я говорю, а как посчитать ее, вы научите, я буду правильно посчитать, я еще разговаривать, наверное, не умел, уже Богородицу знал, достойно, я родился в такой семье, как я ее мог не знать, я других-то молитв не знал, я считал только эти молитвы, до армии, и в армии, а икону, ну икону как, вот у меня икона висит, как я должен икону взять, и на ваши глаза сжевать ее, или как, как бобер, сгрызть ее, что я должен с иконой сделать, вот икона, я поцеловал, этого вам недостаточно, то есть обвинение должно под собой иметь основание, основания никакого нет, и целование икон, то нигде на это не говорится, а то еще поцелуют, да подгнут головой его, это все, видел? Церковь, постоянно, вот так, все, время, ну давай молиться, что там у вас, Девятый, девятый стих, 4-9, да? Да, 4-9, да ладно, 4-9. Давай, молиться. На стране святого истину, уложите Тя Благородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую, без сравнения, Серафин, без истления Бога, Слово рожжую, сущую Благородицу, тяне и чай. Благодарим Тебя, Господь, за великие милости Твои, за это собрание наше, занятие по Слову Твоему. Так редко, Господи, слышим мы слова апостолов, которые разбираются в простоте по Слову Твоему, Святому, с примерами жизненными, чтобы мы не были похотливы на зло. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты оставил нам Слово Твое через святых мужей. Благодарим Тебя, что, невзирая ни на что, православие остается истинным учением Твоим. Даруй, Господи, чтобы мы остались искренними, православными людьми, верующими в Тебя, исполняющими все, что Ты заповедал. Помоги, Господи, выйти на благовестие, чтобы это действие все время расширялось среди нашей общины, тех людей, которые с нами знакомятся, и других тоже, которые даже и не знают нас. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Снимем там надписи, хорошо, что ты не можешь. Да, вот это нужно было. Так, что тут у тебя? Ну-ка, давай, объясни, тебе, что тут у тебя. Так, что тут у тебя? Мамушка, спи. Стук-ка еще тарелки. Что-то у тебя тащили. Так, возьмите вот эти яблочки с собой. Возьмите. И закройте. Татьяна, закрывайте. Разбил ты. Нет. Так, ну-ка, тут дверь была другая. Бабушка, спи. Да это...